Жан-Кристоф Гранже. Обещание богов. Читает артист Сергей Горбунов. Часть первая. Сновидицы. Глава первая. Все происходит в деревне. Она появляется однажды зимним утром. — Вам знакомы те места? — Нет. Я всегда жила в Берлине и терпеть не могу выезжать из города. — Опишите мне эту девочку. — На ней форма союза немецких девушек. Черный галстук, длинная юбка, нашивка с орлом Рейха. Я вижу, как она приближается в тумане. Она говорит мне, «Я от Гитлера». — Вот так прямо? — Да. Будь то Гитлер какой-то из ее родственников или близких. Ну, не знаю. Полный абсурд. — И так на протяжении всего сна. В каждой детали всегда что-то странное, необъяснимое. — Но ведь в снах всегда так, верно? Симон Краус послал понимающую улыбку, обычно располагающую к доверию. Женщина не улыбнулась в ответ. Красивая, элегантная, дорого одетая. Как и все прочие. — Продолжайте, прошу вас. Она подходит ближе, и я вижу ее лицо. У нее очень бледная кожа, в оспинах. Волосы светлые, с таким неприятным желтым оттенком. Мне не хочется на них смотреть. — Неприятным? — Что вы имеете в виду? — Ну, у них цвет мочи. Я так и подумал во сне. У этой девочки волосы цвета мочи. Меня от них чуть не стошнило. Симон никогда не вел записи, а вот скрытый под столешницей микрофон записывал каждый сеанс. Зато Симон любил тайком набрасывать карандашом портреты своих пациенток. Это была новенькой. Настоящий вызов для рисовальщика-любителя, каким он и был. Высокие брови, фальшивые, настоящие выщипаны. Напоминали два домика. Маленький ротик бантиком, задорный носик, длинные тонкие руки. Не будем отвлекаться. Пока она говорит со мной, я замечаю множество деталей. Во-первых, у нее в руке лопата, а еще рядом с ней тачка. Наверное, она ее прикатила. Он по-прежнему чиркал карандашом, повернув блокнот так, чтобы нельзя было разглядеть, чем он там занят. Он привык к таким рассказам. В его кабинет приходили поделиться, рассказать о своих проблемах и неврозах. А главное, описать сны. Симон Краус был психиатром и, без сомнения, одним из лучших в своем поколении, но предпочитал представляться психоаналитиком. Даже само слово теперь таило опасность. Она уставилась на него своими серыми глазами, которые, несмотря на живость, казались поблекшими, расплывчатыми, как галька на дне реки. Наверняка усталость. В августе 1939 года в Берлине вряд ли кто спал безмятежным сном. — Я вас слушаю, фрау, — он бросил взгляд на карточку. — Фельдман. Несколько секунд она разглядывала обстановку. Симон все придумал сам. Именно с целью расслабить пациенток он принимал только женщин. Кремовые стены. Глубокое коричневое кожаное кресло «Элефант», а вместо дивана кушетка «Меридиен» с изголовьем. На полу плотный шерстяной ковер с узорами в стиле Кандинского, вызывающими ощущение, будто ступаешь по облакам. Застекленный книжный шкаф с аккуратно расставленной справочной литературой. А главное, предмет его особой гордости — письменный стол с ящиками в стиле ар-деко, под прикрытием которого он привык украдкой стаскивать башмаки. Я замечаю в тачке кучу пепла. В свете занимающейся зари эта масса образует бледное пятно, напоминающее лицо девочки. Несмотря на туман, все вокруг выглядит высохшим. Пепел, подернутая из морозью земля, кожа девчушки. Даже ее голос будто скрежет проржавевшего механизма. Симон почти закончил портрет. Неплохо. Он поднял глаза. Вернемся к лопате. Что делает девочка с этим инструментом? Она протягивает лопату мне и велит копать. В этой сцене Симон не видел ничего, кроме банального страха, овладевшего всеми берлинцами. С приходом нацизма, конечно же, и даже еще раньше, при Веймарской республике. Особый интерес психиатра вызывало подспудное воздействие, оказываемое диктатурой на человеческое сознание. НСДАП, нацистская партия, недовольствовалась контролем над думающими мозгами. Она еще и проникала в мир снов, как неприкрытый ужас. И что вы делаете? Копаю. Как ни странно, я не сразу осознаю, что речь идет о моей собственной могиле. А дальше? Когда яма становится достаточно глубокой, я понимаю, что будет дальше. Эта девчушка выстрелит мне в затылок и высыплются держимое своей тачки на мой труп. И там вовсе не пепел, а негашенная известь. Именно в этот момент девочка смеется, вынимая из кобуры пистолет, и говорит. «Преимущество окиси кальция в том, что она не действует на металлы. У вас ведь есть украшения, да? И золотые зубы? Я хочу убежать, но ноги одеревенели, как черенок ее лопаты». Симон отвлекся от своего блокнота. Сейчас ему нужно быть рядом с новой пациенткой, вытащить ее из ямы, в буквальном смысле. «Вы ведь не хуже меня понимаете, что это всего лишь сон, фрау Фельдман». Она словно не услышала. Почти задыхаясь, она произнесла. «Сейчас девочка выстрелит и убьет меня, а я тут, в яме. Я продолжаю копать, будто хочу показать ей, что я еще не закончила, что нужно дать мне еще несколько секунд жизни, чтобы я доделала свою работу». «Это ужасно! Я...» Она умолкла, вытащив из сумочки носовой платок. Вытерла глаза, шмыгнула носом. Симон дал ей перевести дух. «Неожиданно», — продолжила она, — «я отбрасываю лопату и пытаюсь выкарабкаться из ямы, и тут мое тело раскалывается». «Что вы хотите сказать?» «Мой позвоночник ломается пополам. Я отчетливо слышу хруст и оказываюсь лицом в земле, с полным ощущением, что две части моего тела движутся независимо друг от друга, как у разрубленного земляного червя. Я поднимаю глаза и вижу, как она наводит на меня свой люгер. «Я узнаю пистолет, у моего мужа такой же». Она прищуривает один глаз, чтобы лучше прицелиться, а другой открытый глаз тоже желтый. У женщины сквозь рыдание прорывается смешок. «Света мочи». В апогее сна любая деталь может оказаться решающей, значимой. «О чем вы думаете в тот момент?» «О моих золотых зубах». Сдержав крик, она глухо рыдает. Симон отмечает, что на ней костюм, на который он и сам обратил внимание, в Кауфхаус Дес Вестернс. Все это добрый знак. На следующем сеансе он расспросит ее о муже, о его карьере, взглядах, точной цифре доходов. «Вы еврейка, фрау Фельдман?» Она выпрямилась, словно ее пронзило током. «Но...» «Никоим образом». «Коммунистка?» «Совершенно нет. Мой муж руководит рейхсверке Герман Геринг». Он вскинул брови в знак удивления, приправленного долей восхищения. На самом деле ему уже об этом сообщили. Приятель, рекомендовавший фрау Фельдман, выразился вполне однозначно. В руках ее мужа сосредоточена большая часть немецкой стали. Симон послал ей самую благожелательную улыбку. «Что ж, успокойтесь, фрау Фельдман. Ваш сон всего лишь отражение смутного беспокойства, связанного, скажем так, с теперешним положением вещей». «Но что это означает?» «Это означает, что все мы скоро сдохнем с люгером у виска». Едва не ляпнул он. Но натянул на лицо специальное выражение «интрамурос». «Все сказанное в этом кабинете никогда не покинет этих стен». «Фрау Фельдман, ваше сознание подвергается серьезному давлению. Ночью оно высвобождает свои тревоги через эти странные видения. «Мне кажется, я плохая немка». «Как раз наоборот. Ваши сны отражают стремление жить счастливо в Берлине, несмотря ни на что». «Повторю, вы таким образом выплескиваете свои страхи. Ночной сон — это физический отдых, а сновидение — отдых души, ее передышка, если угодно». «Не беспокойтесь». Говоря это, он подумал, «Уж ты-то свое получишь». Теперь он сосредоточился на ее выщипанных бровях. Он ненавидел подобное кокетство. В этой полоске, оставшейся на лысой надбровной дуге, было что-то и непристойное, и фальшивое. Симон ценил естественную красоту. В этом смысле он был истинным немцем и не так уж далеко ушел от нацистов, которые любили только спортивных, пышущих здоровьем девиц с косами. «Простите, что вы сказали?» — спохватился он, выпрямляясь в кресле. «Я спросила, закончил ли сеанс?» Он бросил быстрый взгляд на часы. «Безусловно». Он быстро обулся, получил свои марки и проводил женщину до двери. Сказав несколько ободряющих слов, «Они увидятся на следующей неделе», он расстался на лестничной площадке с супругой сталелитейной махины Герман Геринг. В голове словно пуля пронеслась картинка. Клещи, вырывающие золотые зубы фрау Фельдман. Он провел рукой по лицу и вернулся в кабинет. Порывшись в кармане, нащупал маленький ключ, который всегда носил при себе на жилетной цепочке, как карманные часы. С осторожностью и, как всегда, с наслаждением, открыл дверь комнатушки, примыкающей к кабинету. Дверь его тайного королевства.